Айсара Бесенова Айсара Бесенова В городе Жанаузен Мангуставской области неизвестные совершили вооруженное нападение на инкассаторов. Инцидент произошел накануне в микрорайоне Коктем во время инкассации рядом с отделением Сбербанка. Четверо вооруженных ножами налетчиков унесли три мешка денег. В общей сложности больше 60 миллионов тенге, более 19 тысяч долларов и около 495 тысяч российских рублей. По предварительной информации водитель инкассатора успел произвести несколько выстрелов по белой Некси, на которой скрылись нападавшие. В городе объявили план перехват, но поймать налетчиков по горячим следам не удалось. Все дороги города Жанаузен под строгим контролем усиленные наряды патрульной полиции патрулируют город и его окрестности. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент нападения на инкассаторскую машину и как подозреваемые скрываются на автотранспорте белого цвета. Весь личный состав Департамента полиции Магисталской области и Управления полиции города Жанаузен ориентирован на поиски и задержание подозреваемых в нападении. А несколькими часами ранее в городе Шу в Жамбулской области произошло дерзкое ограбление букмекерской конторы. Момент нападения зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах грабители взламывают пластиковые окна и проникают в помещение. Угрожая кассиру, оружием забирают всю денежную выручку. Больше 700 тысяч ченгей скрываются. Но далеко злоумышленникам уйти не удалось. Их задержали по горячим следам. Подозреваемыми оказались двое молодых людей, одному из которых 23, второму 24 года. Подозреваемые уже сознались в совершенном преступлении. По данному факту было возбуждено досудебное расследование по статье 192 части 3 пунктами 3-4 Уголовного кодекса Республики Астан. В ходе досудебного расследования были изъяты вещественные доказательства. В Ахтубе тем временем задержали иностранца с двумя килограммами наркотиков. В ходе очередного рейда полицейские остановили автомашину марки Митсубиси. У 33-летнего пассажира, который вдобавок оказался гражданином Узбекистана, был изъят пакет с марихуаны. Позже правоохранители провели обыск по месту временного проживания подозреваемого и обнаружили внутри автомобильных покрыжек еще 8-килограммовый пакет с наркотиками. Иностранец задержан. Ему предъявлено обвинение за сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Между тем, с начала года в Актюбинской области выявлено более 300 наркоправонарушений и изъято полтонны психотропных веществ. И в продолжение криминальной темы. В Алматы бойцы спецназа с поличным задержали банду домушников из Восточно-Казахстанской области. Злоумышленники пытались похитить сейф с деньгами, золотые изделия и ноутбуки в одной из квартир. Спецоперацию по их поимке силовики провели в Медеусском районе города, в микрорайоне Горный Гигант. Установлено, что в составе ОПГ были 5 человек. Все они ранее судимы за аналогичные преступления. Проводится досудебное расследование. Подозреваемых проверяют на причастность к другим фактам хищения чужого имущества. 819 казахстанцев заразились коронавирусом за минувшие сутки. В стационарах лечатся от ковид сейчас 14 тысяч жителей республики, среди которых 912 детей. Жертвами инфекции стали 9 человек. В красной зоне остаются Кустанайская, Акмолинская, Североказахстанская, Павлодарская области. А в желтое – Восточно-Казахстанская и Атарауская области. А также город Нурсултан. А вот Алматы вошел в зеленую зону. Это значит, что в мегаполисе сохраняется благоприятная эпидситуация. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета санитарно-эпидемиологического контроля. Тем временем обстановка с распространением коронавируса в Европе продолжает накаляться. В Италии за минувшие сутки от коронавируса скончались 993 человека. Это антирекорд с самого начала пандемии. В то же время врачи сообщают, что коэффициент распространения понемногу снижается, уменьшается и число госпитализации. Власти страны решили ужесточить карантинные меры на время праздников на фоне угрозы третьей волны COVID-19 в январе. Испания объявила об ограничениях, которые будут действовать в новогодний и рождественский период. Здесь нельзя будет собираться группами более 10 человек. Запрещено также передвигаться между регионами без уважительной причины. Франция готова приступить к первому этапу вакцинации населения. В ближайшее время прививки будут предложены 100 миллионам человек. Португалия также объявит в четверг о своих планах бесплатной вакцинации. Ранее власти страны говорили, что оформляют покупку 22 миллионов доз. Но для организации процесса понадобится время. За последние пять лет из Казахстана в другие страны уехали почти 190 тысяч человек. Половина из них – это молодежь в возрасте от 15 до 34 лет. Такой удручающей статистика беспокоен сенатор Айгуль Капарова. По ее словам, несмотря на государственные механизмы и меры, в регионах существует проблема миграции. В своем депутатском запросе, адресованном главе Кабмина Аскару Мамину, она отметила, что с юга на север переселилось порядка 5 тысяч человек. В то же время из севера переехало около 10 тысяч казахстанцев. В связи с этим в Североказахстанской области за 20 лет закрыто около 300 школ. Количество учащихся начальных и средних школ уменьшилось на 8 тысяч. Школьные здания выставлены на аукцион и продаются. Многие же жилые дома, предоставляемые государством для переселенцев, не соответствуют современным стандартам жизни, санитарным нормам. Нередко они находятся в аварийном состоянии. Требуется доработка механизмов поддержки переселенцев, которые хотят заниматься предпринимательской деятельностью. Записаться на прием к врачу, не выходя из дома. Это стало возможным благодаря приложению Дому Мед, которое сегодня пользуется большой популярностью среди населения. А вот при помощи сервиса «Педиатр Дому Мед» пользователь получает доступ к ведущим медицинским специалистам страны и бесплатные онлайн-консультации по вопросам здоровья своих детей. Подробнее о широких возможностях медицинского приложения расскажут мои коллеги. У пятилетней Инкар врожденный порог сердца. Из-за карантинных ограничений девочка не может постоянно посещать больницу. Благодаря приложению компании «Дому Мед» консультацию врачам можно получить, не выходя из дома. Сейчас пандемия, нам сложно выйти, страшно даже выйти в поликлинику к врачам. Но у нас и в поликлиниках обычно кардиологу за месяц вперед нужно записаться, и проблемы в общем. Тут в Дому Меде я увидела такую акцию, что можно бесплатно получить консультацию узких специалистов, кардиологов. Она мне очень помогла, мне нужно было знать, у нас должна быть операция была бы. Но из-за пандемии отменили. И я боялась, что делать, делать ли сейчас операцию, нам или все-таки подождать. Она дала разъяснение очень хорошее. Аналогичную помощь могут получить дети со всех регионов Казахстана в возрасте от 3 до 14 лет. Уникальную акцию представила компания «Дому Мед» на основе своего приложения. Оно соединяет пациента и врача. Самое главное – консультации бесплатные. Акция «Детский доктор Дому Мед» работает уже с 9 ноября. На сегодня доступна запись к более чем 30 лучшим детским врачам страны по 10 самым востребованным специальностям. В основном, конечно, это обращения детей с рожденным пороком сердца. Потом идут обращения просто по срокам оперативного лечения, по лечению больных. Какие медикаменты сейчас можно с учетом эпидобстановки осенне-зимнего периода, какие можно лекарства принимать. Данная акция продлится до 9 декабря этого года. Для получения высококвалифицированной медпомощи нужно лишь скачать мобильное приложение «Дому Мед» или открыть сайт «Дому Мед» и записаться к врачу через свой личный кабинет. Диас Махамбетов, телеканал «Алматы». И в завершение в Алматы продолжает действовать карантин. Носите маски, соблюдайте социальную дистанцию. Я, Исара Бесенова, благодарю вас за внимание. Смотрите итоговые новости в 19.00. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин